Синем углу ринга, боец ростом 175 сантиметром, вес 93 килограмма, возраст 28 лет, мастер спорта по греко-римской борьбе, 7 боев, 4 победы, 3 поражения. Из города Минск и Москва, Белоруссия, Россия, Игорь Летоши! В красном углу ринга, боец ростом 183 сантиметра, вес 93 килограмма, возраст 20 лет, призер Южного федерального округа по ММА, 2 боя, 2 поражения. Из города Ростов-на-Дону, Россия, Амаль Чечухов! Рефили в ринге, Ашот Ашугян. Как ласкает слух, конечно, вот это словосочетание Белоруссия-Россия. Пожалуй, кстати, я вспоминал в прошлом турнике, где я с арматы ебелое видел. Финалист Легион Файт, ну конечно, ростовский. Да, 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 был такой турнир. Один из турниров, ну пока там, пока Легион находился в расцвете, сейчас у них есть там... Он достаточно протяжительное время, он так был очень близко к номеру один в России. Один из, как минимум. Да, да. Игорь Летошек, Амаль Чечухов. Летошек, мастер спорта по греко-римской борьбе. Вот интересно. Сегодня поднимали с вами эту тему, да, по адаптации классиков к боям. В общем, большая такая отдельная тема. Основной из самых таких сильных черт у представителей греко-римской борьбы, вот вспомните там, например, Рэнди Кутюра, да, это когда боец давит, давит. Вот классики всегда хороши, они лучше, чем кто-либо, вот давят вперед и вот здесь вот в клинче разбирают. Видите, он здесь вот взял обратную петлю, отключил сразу спину. Вот, именно вот такие захваты за верхним плечевым поясом, это отличительная черта классиков. Вольники очень мало кто так делает. Вот этим, например, славился Иван Ерыгин. Он очень хорошо работал не только с проходами ноги, но и с клинча. То есть он прихватывал шею, вот, и работал из этой ситуации. Вот этот вот прием, петля обратная, петля, всевозможные броски оттуда. Это вот именно арсенал вирокаринской борьбы. Жестко трамбует? Да, чувствуется, вот, отлично. Ну, вот чистая классика. Я Мальчик Чуков, сейчас прошу прощения, призер Южного федерального округа по смешанным единоборствам, по ММА, 0-2. И сейчас ситуация оказывается против физически очень сильного противника внизу. Ну, Игорь чувствуется поувереннее себе. Вот, и перевел такие в партер, как чистый классик, занял даже такую классическую позицию. В грекаринской борьбе, правда, это досрочная победа. Вот, две лопатки. А здесь всего лишь, как бы, плюс один балл. Ну, и плюс так, вот, встал, выпустил, посмотрел, соперник вставать не собирается. Ну, ладно, я к тебе пойду обратно туда, в гард. Да, ну, в принципе, пока, видно, не очень переживает он. А вот здесь вот, конечно, надо узнать, насколько он хорошо защищается от рычагов локтя. Это важный момент. Нет, вот сейчас ушел, да. А до этого еще были варианты. Это, Маршал, у вас были бы варианты. Ну, здесь видно, что, может быть, не стоит ему лезть прямо так вот в гард. В гард, причем он ломится в него. Нужно обходить ноги, понимаете. Бразильская джиу-джитсу научила мир, что если вы упали вниз, вы должны ложиться в гард. Да? Нет, это позиция, к которой совершенно необязательно попадать. Нужно уметь проходить. И вот здесь вот он именно это и сделал. Занял сейчас позицию сбоку. Сейчас, видимо, сядет маунт. Сел. Оттягиваться, бить. И все шансы, в принципе, завершить поединок. Удар у него достаточно жесткий, насколько я понимаю. По крайней мере, гранд инпаунд. Для классиков это лучшая позиция. Так, да, получается и ногами закрепиться. Немножко вставил пяточки. Сейчас оттянуть. В угол голова, да. И можешь забивать. Да, я думаю, что судей сейчас остановит поединок. Для этого есть все. Елый спорт сейчас советует из угла. Пашот очень внимательно смотрит. Ну, пока и отмахивается. Ну, отмахиваться-то, отмахиваться. Но сейчас посмотрим, насколько хватит спортсмена снизу. Такие попадания не проходят просто так. Да, тем более в весовой категории. Серьезной весовой категории. Да, уже 93. Причем обратите внимание, у нижнего спортсмена голова лежит на полу. И это очень плохо для него. Почему? Потому что голова оказывается между молотом и наковальней. Удары становятся кратно сильнее. Ну что, вот тебе ножку отдали. Вот это, конечно, глупость. Забирай. И сейчас вполне себе, может быть, нога. Умеет? Нет, здесь я пока не вижу приема. Ну, в общем, я тоже. Ну, что-то очень оригинальное. Я видел, как вот так вот за спиной захватывают, когда делают рычаг колена. А здесь на ахилле, я не знаю, никогда не видел, чтобы так делали. Соответственно, не могу сказать, насколько это проходит. Пока мне кажется, что он просто... Ага, вот это, вот это, да, вот это правильно. Но нету, видите, фиксации... Фиксация ногами. Да, фиксация ногами. Упора той другой точки, от которой это делается. Вот если плотно зажмет коленями, тогда может пойти сейчас схилить. Ну, я думаю, что ему надо бросать и залезать за нос сверху. Или брать пятку. Не знаю уж, насколько он это может делать. Не, ну, как... Вот это такая лотерея. Очень многих бойцов... Такая лотерея. Да, очень многих бойцов давит и... Губит здесь именно неумение делать болевые приемы. Пятки, ахиллы и прочее. Вот сейчас была отличная позиция. Ну, если... Ну, не привык-то делать. Вот сейчас рискует пяткой. Вот с этой пятки лучше убегать сразу. Потом может не быть шанса. Вот сейчас вполне может быть издача, нет? Нет, нет. Он вообще пятку не делает. Он его прихватил плечом и лежит. Возможно, я не видел. Честно, с камерой не очень понятно. Ну, какой-то, знаете, вот... Уж казалось бы сейчас, при нынешнем уровне развития, я думаю, что пятку... Ну, хотя бы понимают, как ее делать, понимают все. Нет, нет, нет. Нет, это видимость такая... На самом деле, это не совсем так. Вот Игорь сейчас зря вообще полез в эту лотерею с ногами. Надо было бросать ногу и залезать... Залезать маунт, продолжать забивать. О, есть шея? Есть шея. Вот здесь есть вариант задушить. Взял причем без... Без руки. Я думаю, что сейчас будет... Время не хватит. Время не хватит. Ну, могло быть вполне себе. Очень хорошо взял шею. Приятно видеть белорусов, которые умеют бороться. Очень приятно. Потому что мне уже надоело то, что Беларусь ассоциирует только с тайским боксом. Ну, а что у нас крупных таких... Именно белорусский кто? Худин раз, Домковский два. Не, ну понятно то, что есть у нас... Орловский Андрей. Есть Андрей Орловский, да. Который, в принципе, бороться умел всегда. И... Матюшенко. И его чертой были в свое время, кстати, именно блины на ноги. Он очень хорошо их делал. Он, например, стал чемпионом UFC с помощью приема Ахил. Привет. Это Токтарова такой. Ну, Токтаров, я бы сказал, что это рычаг колена. Это ноги, да. Это в первую очередь рычаг колена, которым он выиграл очень большое количество боев, и человек, который открыл этот прием, и открыл самбо, кстати, для большого мира, как в свое время сделали Грейси для Джудит. И именно поэтому самбо, именно благодаря Токтару, мое мнение, можно с ним соглашаться, считается как школа болевых на ноги. Я считаю, что современные самбисты не оправдывают это утверждение, вот эту высокую планку болевых на ноги, которую задал Токтаров. Ну, вы знаете, потому что перестали бороться. Да, только борьба в стойке. Борьба за захват, ходим, бросил, получилось, не получилось, и ладно. Увы, 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 хотя у самбо богатейшая школа партера, которая сегодня просто в связи с правилами не востребована, такие как Рудман, например, бойцы, ну, вот это, конечно, просто легенды. Ну, вот и возвращаясь к теме как раз белорусских бойцов, у них в принципе с Мама, прямо скажем, не все здорово. Не все здорово, да. Учитывая там прогресс и развитие школы вина тайского бокса, то здесь Мама в лучшем случае стоит на месте. Причем началась вообще, насколько мне рассказывали, не знаю уж, насколько, правда, нет. Так, смотрим, насколько здесь есть прием. Да, взялся хорошо. Насколько человек обучен, Игорь, уходи с такого приема. Он, кстати, достаточно сильно устал, как мне показалось. Белорусский боец. Да, они оба уставшие, но Игорь уходил так. Маршал, поправьте меня, он, по-моему, держит его только руками. Хорошо, еще раз. Держал. Он уже не держит. Работай, работай. Ну, то есть не было видно, что оно растягивает. Вы знаете, нет смысла растягивать, пока ты не взял шею. А он через руку управлял. Потому что ты начнешь растягивать, не взяв шею, ты обратно уже ничего не сделаешь, да. То есть ты не вернешься к этой позиции, чтобы заново ее взять. То есть вы имели в виду, что надо сначала обойти будет руку? Смысл в чем? Вот если ты душишь дилетины, и ты сразу пошел оттягиваться спиной, да, не взяв захват. Нет, это как раз все понятно. Я говорю, вот в этой конкретной позиции. Вроде правую руку он шею забрал, левая рука через руку, через плечо, соответственно, была. Мне сейчас вот интереснее, что из этой позиции получится, потому что север и юг тут я лично пока не вижу. Там очень много нюансов, и рассказывайте их бесконечно, ситуационный прием, который делают там 2-3 человека. Кроме Джефа Монсона, я знаю только Александра Гладкова, который действительно хорошим уровнем делает этот прием. Как он задушил каранка, разумеется. Задушил. Задушил. Отлично. Очень неожиданно, и что он сделает этот прием сейчас. И очень здорово, потому что север и юг это такой прием, который хочется видеть, он очень редкий. Да, это техника, это прежде всего техника. И отдаю должное, Игорь действительно устал, но при этом взял, вышел на прием и победил. Победы. Победы. Россия, Белоруссия. Россия, Белоруссия и Белоруссия. Очень приятно поздравить сразу две страны, две братские страны, которые в данном конкретном случае имеют победу. И посмотрите, как исполнил. Отключил руку, закрутился. Вот он, вот он замочек перебрал. Ну, хорошая. И здоровье еще надо. Нам еще надо очень много здоровья. К сожалению, с одного плана не видно. Север и юг это такой прием, который видно, сделает человек или не сделает, только с нескольких планов. С одной этой картинки я не понимал, сделает он или нет. Но сделает, действительно здорово, потому что им таким приемом завершил этот стейдж. Вот нельзя сделать этот прием, не отрабатывая. Значит, он работал и он тренировок, и, соответственно, это результат его работы. Но север и юг фронтанным приемом просто не может быть. Слишком много там нюансов. Во втором раунде на... Золотые слова. Правда. Чистая победа. Борцовский термин. Бойца из... Синего угла ринга Игоря Литоши. Ну что, поздравляем. Поздравляем Игоря и дальнейших побед.